Весенне-летняя подготовка, время старт. Томак уже купил новые цветы, вы знаете, что он у нас по этим делам. У меня на канале появилось много новых зрителей. Если не в курсе, то он у нас занимается озеленением дома, и ему это все в радость. Томак, привет! Привет! У Томака немножко похмелье сегодня. У нас семейка Адамс просто. Это, снова забыла, кинза. Вот цветочки такие. Я вообще не знаю названия, девчонки. Аж стыдно как-то немного. Хочется потрогать. Плотно набитое. И дерево. Мы также купили дерево. О, откуда это у нас, Томак? Я не вижу логотип. Из мобильной связи. Мы уже достали подушки. Томак перестирал все чехлы. Я боялась, что светлые придут в негодность через один сезон. Все нормально. Они покрыты какой-то специальной мембраной. У нас все из икеа. И, как видите, после стирки очень даже неплохо все это выглядит. Я бы не сказала, что они запачкались за один сезон. При том, что сезон мы начинаем где-то в апреле и заканчиваем в конце этого сентября. Господи! У меня вообще все плохо с языком. Малыши устраивают пикник. А, что я хотела показать. Вот. Девочки, купили олеандр. Томак где-то хочет посадить. Но вот это он приобрел специально для меня. Я обожаю магнолии. Не сказать, что это самое красивое дерево, когда оно не цветет. Дерево как дерево, да. Мне больше нравятся зеленые всякие. Но ради вот этого цветения, я очень благодарна тому, что он будет терпеть. Я готова отвезти... Нет, Загар, не брызгай меня. Нет. Я готова отвезти этому дереву отдельное место. Пусть даже оно цветет не так долго. Я не хотела белую магнолию. Мне кажется, что это такая классическая фиолетовая самая красивая. И так прикольно мы ее поставили в машину и ехали так с магнолией, которая торчала из люка. И мы уже достали наш мангал и гриль. Девочки, должна сказать, что вот я жаловалась, типа, дорого нам обошелся газон и все остальное. Но все нормально. Трава такая интенсивно зеленая и хорошо растет. Пока я не могу снимать стационарные видео, у меня жуткая аллергия от корейской маски. Давайте я вам позже покажусь. Чтобы вы знали, что не всегда все так классно и все такое работающее, я уже просто четвертый день в шоке. Купила себе Валеру. Если серьезно, я купила себе эту плойку для прикорневого объема. И в интернете она выглядела такой узенькой. Теперь, мне кажется, что что-то пошло не так. Короче говоря, не знаю. Сейчас открою. Вот тебе онлайн-шоппинг. А это пригласительная на свадьбу Сандры и Михала. Уже вот что-то ляпнула. У них все будет в таком очень минималистичном стиле. Натуральное. Знаете, вот эти такие свадьбы. Должно быть очень-очень красиво. Сандра занимается организацией уже практически полгода. Я видела ее платье. Вау, конечно. Я не могу дождаться. Сейчас я лечу, ну не сейчас, через несколько недель, лечу на роспись брата. Вот. И тоже хочется порассматривать, как там у них все. Я обожаю эту тематику. Видите, такая структура тоже. И, кстати, пригласительная была в черном конверте. Я сразу подумала, что вау, это так необычно, стильно. А у всех это вызвало такую бурю эмоций, как это в черном конверте. Окей. Если только паре это нравится, то, господи, делайте как хотите. Ну что, Валера, давай будем разбираться. Я даже не знаю, стоит ли что-то говорить. Я вся в пупырку, вся в высыпаниях. Я даже не помню, когда что-то такое случалось. Полный обзор этого ГЭ. С тем, как я снимаю маску, выйдет на канале Makeup.ua. И после чего-то такого, мне просто хочется, знаете, пользоваться проверенной косметикой. И, наверное, я к этому пришла. Это была последняя капля. Мне пока что не хочется тестировать ничего такого сверхъестественного и чего-то впечатляющего. Хочется успокоить свою кожу. Блин. Я в шоке. Вы, наверное, тоже. У нас уже следующий день. Я немножко подштукатурилась. И вроде как ничего. Я хотела бы не краситься, но я снимала видео, и это было бы, ну, не самое лучшее зрелище, если бы я сидела вся в прыщах красная и рассказывала о чудесной декоративной косметике. Походу дело так и получилось, только я просто намазалась плотным тональным кремом. Не могу дождаться, когда я умоюсь. И я тут вся такая, никак не могу добраться на третий этаж для того, чтобы смыть с себя все сводчи. Кто говорил, что это неудобно, спальня на третьем этаже. Я скажу так, если вы морально и, наверное, даже физически к этому готовы, то все будет окей. По сути, мы там только спим, и я один раз в день переодеваюсь, максимум два. Если я снимаю, там, не знаю, потеплее что-то нужно надеть. Ну, в таком плане, да. А так у детей когда-то, ну, сейчас тоже отдельный этаж, но когда-то они будут подростками. И, ну, не знаю, мне кажется, мы не будем друг другу мешать. И сейчас дети довольно долго живут с родителями. Там когда-то им, может быть, и по 20 с чем-то лет. Кстати, мы также думаем о том, чтобы помочь как-то нашим детям. И работаем, работаем, работаем над этим всем. Как каждый родитель, наверное. Нам родители помогли, и я им за это несказанно благодарна. И меня так воспитали, меня так научили. И кто-то просто отпускает вольную птицу взрослую в свободное плавание. Я почему-то хотела бы, и мой муж, соответственно, тоже. Мы хотели бы им чем-то помочь, хотя бы на старте, да. Так, что я купила домой? У меня здесь несколько пакетов. Вообще соседей не слышно. Никогда тут как назло. Только я открыла балкон, поставила камеру, думаю, поболтаю с вами. Не тут-то было, Оля. Это вы уже могли видеть. И во влоге, и также на макросъемке. Я купила эту подставку в Юске. Очень красиво будут выглядеть и свечи, и бижутерию. Тоже можно складывать в ванной комнате, можно красиво расставить уход. Так как у меня все, в принципе, помещаются, все мои комоды. У меня он не один. Ну, наверное, если бы я не была блогером, то я именно так и сделала бы. Выставила просто вот свой уход. И этого было бы достаточно. Потому что я пробую всякое разное. Я уже вам все сказала по поводу ухода. Хватит экспериментов с меня. Так, девочки, еще в Тайгере, когда мы были, салфетка какая-то со сводчами вытирала косметику. Я купила новую камеру. Я вам покажу, какая блондинка чуть позже. Просто посмеетесь от души. Я серьезно говорю. Вот эта штука я купила. Это такой органайзер пластиковый в комод, в туалетный столик, да? Где у меня косметика лежит. Я уже придумала, что я тут разложу свои консилеры, какие-то карандаши. Но кроме этого я еще кое-что приобрела. И эта штукинция у меня тоже из Тайгера. Там же я взяла, все-таки купила, потому что у меня тоже намечается еще одна поездка. И вообще сейчас Томак, я даже не знаю, где точно он. Потому что на днях он был в Варшаве. Из Варшавы он полетел в Амстердам. Оттуда еще куда-то. В общем, нам всем пригодятся такие баночки, куда можно сложить, не знаю, небольшое количество крема. Томак, к примеру, использует пасту для волос. Ну, в общем, удобная штука. Я думаю, что в Минесо вы тоже можете приобрести что-то похожее. У нас этого магазина нет, этой сети. И как-то мне кто-то подарил патчи под глаза их. Я тоже клеила. Прям сумасшедшая, да? И они разрываются. Ну, не берите патчи под глаза, не берите. Все, что касается лица, будьте осторожны. Мне просто хочется об этом кричать. Для меня это больная тема. Это такой контейнер для зубной щетки. Потому что вечно это мокрая зубная щетка. Не знаешь, куда ее приткнуть в косметичке. Пинцет. Опять же, просто пинцет. В путешествие. Я хочу, чтобы у меня все было готовым. Я потом брала свою косметичку, свой чемодан. И все, поехали. Потому что сейчас я лечу в теплую страну. Оттуда я сама лечу в Украину на роспись брата. Я хочу сделать для вас собиралку. Я сейчас жду, когда приедет мой костюм. Если все будет окей, то я покажу вам образ. И оттуда... А вообще, Томак прилетает в Киев с малышами. Один-несколько дней мы побудем с семьей. И потом летим обратно. Вот купила себе, знаете, что это? Для того, чтобы смазывать сковородку или какие-то там пироги. Не знаю, что я там собралась печь. В общем, такого у меня в кухне еще нет. Это силиконовая такая щеточка. И у меня кокосовое масло всегда получается больше, чем нужно. Поэтому я хочу просто набирать кокосовое масло, размазывать по сковородке. Мне кажется, что так я буду использовать меньше. Такая маленькая лопатка для риса. Я очень люблю все крупы, рис. Из тайгера это все. Вода. Забыла, что я купила воду. И вот еще. Я не устояла. Я все-таки купила такую досочку. Она маленькая, из мрамора. Если вы знали, какая она тяжелая, ее можно кого-то убить, если кто-то не будет меня слушаться. Я не настолько жестокая. В общем, досочка с деревом и с мрамором. И кто-то писал, что из Хомлы, я покупала ее в Хомле, показывала вам тоже во влоге. Кто-то писал, что оттуда эти досочки разваливаются. Есть такая вероятность. Но это так красиво выглядит. И зачем мне это? Я посматриваю на фокус, потому что эта камера то фокусируется, то нет. Я еще даже не смотрела. В инструкцию. Бывает. Я собираюсь подавать какие-то закуски, сыры, даже десерты на такой досочке. Я очень люблю красивую подачу. Не всегда. Вот если я ем сама, я не заморачиваюсь. Я могу быстро поесть, как-то там нахвататься. Вот еще была в Пепко. Купила там детям одежду и такую небольшую корзинку. Потому что то, что у меня сейчас, оказалось слишком маленьким. И я так раскладываю по каким-то мисочкам. В общем, захотелось что-то побольше. Точнее, была такая нужда. Так что сложу сюда всякие необходимые вещи. И теперь такая корзинка будет стоять в кухне. И вот еще взяла такие бокалы. Они у нас есть, но два мы уже разбили. Так как у нас будет вечеринка дома. И мы будем праздновать Пасху. Я буду готовить пасхальный обед. Скорее всего, я буду снимать влог. Ну, в общем, я просто докупила бокалы. Потому что вы тоже в курсе, что я любитель все разбить. Так, теперь уже точно все. И, кстати, сегодня я сделала прикорневой объем. Но я вечно перекладываю эти волосы. Сложно, когда они отрастают. Ты уже никак не можешь их уложить. Завтра иду на стрижку. Хочется обрезать покороче. Вот сейчас смотрю свои фотографии. И вижу, что более стильно все это смотрится, когда волосы покороче. Но я не хочу делать ничего такого кардинального. Я уже попробовала. Хватит. Хотя лето, волосы растут быстро. Вы спрашиваете, что я делаю. Я ничего не делаю. Я даже не пью биотин. А вот что касается прикорневого объема, я не знаю, мне кажется, особой разницы нет. И даже когда это делает парикмахер такой плойкой, как надо, а не той Валерой, которую я купила, то все равно, ну, такое. Пойдем. Печальная история о том, какая Оля блондинка. Вы часто спрашиваете, на какую камеру я снимаю влоги. Так вот, у меня Canon только GX7. У меня тоже раньше была такая, но начал ширить фокус. Его невозможно отремонтировать. Так что я решила заказать новую. Нашла девятую модель и подумала, что это что-то новое. Не стала читать характеристики. Купила. Оказалось, что это совершенно другая камера без экрана. То есть он не поворачивается. И это было как раз перед поездкой. В общем, девочки, будьте внимательны. А мне придется вернуть эту камеру. Я уже новую купила. В общем, кто спрашивал, то берите GX7, не 9. Сегодня мы празднуем день рождения малышей. И в последний момент мы решили не заниматься этим дома, а снять зал в таком центре, который называется Go Kids. У нас, как видите, сколько? Ну, учет 12, наверное, гостей. Сегодня пятница вечер. И вот на несколько часов пришли сюда. Детки попрыгают. Здесь батуты повеселятся. Сведем торт, пиццу. На этом все. Но, по-моему, им уже нравится. У нас еще будет семейный праздник, потому что бабушка, дедушка, крестные сюда не придут. Им здесь делать нечего. Зато для детишек здесь очень много развлечений. Мы были как-то в центре для более взрослых. И для Игнаши это, конечно, неподходящий вариант. Поэтому мы решили пригласить наших гостей и помладше, и чуточку постарше именно сюда. Малыши здесь были уже с папой, а вот я первый раз с вами. Самая любимая Пепко. Детям все равно, какую одежду портить и использовать по максимуму. Так что я сейчас возьму все футболки в их размере, чтобы ходить в детский сад. Здесь много всякой ерунды. Но согласитесь, когда футболка из чистого хлопка стоит всего 3 доллара, то как бы жаль не взять, да? Когда у тебя мальчики, то кажется, что для девочек гораздо больше выбор. Смотрите, по 2 доллара вообще лосины. Они тоже из приятного хлопка, разноцветные всякие. Здесь вот какой огромный выбор. И сейчас еще поищу что-то для дома. Конечно же, футболочки тоже по 3 доллара. Ну, сами гляньте, какие они здоровские. Даже по сравнению с теми из Зары, которых я накупила, я чуть позже вам покажу. Они, во всяком случае, не растянуты. Кстати, после стирки тоже не выглядят как тряпка. Так что, если вы живете здесь, то вот мамочкам на заметку. Здесь очень много разных таких недорогих мечей, водных пистолетов, пасочек, ведерок. Каких-то таких игрушек, которые чудесным образом пропадают. Из песочницы приходишь с целым пакетом, уходишь с одной-двумя. Не знаю, как у вас, но у нас это было постоянно. Корзинки для детишек у меня есть, но мне нужно купить кроликов и, возможно, несколько искусственных яиц для того, чтобы сделать декор. Я уже купила живое всякое. Потом уже покажу вам готовое изделие, наверное, или поснимаю, как буду складывать. Ну, короче, оставайтесь со мной, я с вами поделюсь. Вот мой панцирный цветок из Икеа. А эти олеандры привез мой Томаш от подружки Анетки. Она сейчас занимается цветами. У нее там целый ботанический сад. И она забрала наши цветы, которые были на террасе на зиму. И видите, что они очень даже неплохо себя чувствуют. Она за ними так ухаживала, прям молотинка. Спасибо ей огромное. Мы ее уже отблагодарили. А это я частично сделала сама. Я, конечно, очень хитрая женщина. Я купила уже готовую вот такую как бы подставку. То есть просто ставь туда цветы, какие тебе нравятся декор. Очень красиво, правда? У нас есть такая, это называется геодоквятован. То есть как бы рынок, где можно купить всякий там декор. Я никак не доберусь. Там вообще продаются живые цветы. И все магазины там закупаются. Но дело в том, что туда нужно ехать очень рано. И вот я отдельно купила. Не там, не там. Я отдельно купила вот этих петушков. Также цветы. Все это поставила. И теперь вот такой небольшой декор на стол на Пасху. Потому что у нас будет много всего разного. И не хочется, чтобы мои декорации занимались слишком много места. По-моему, здорово выглядит. И наконец-то я добавила яркие цвета в наш дом. Теперь у нас их просто невероятное количество. Даже чересчур. Уберемся перед Пасхой. Я покажу вам все в красивой версии. Мне понравилось сочетание горчичного и синего. Купила две шторы в Икеа. Увидите все. А это тоже буговиллы. Томик привез от Анетки. И видите, они выпускают цветочки. Прям душа радуется, что весна. Купила цветы. Сейчас все буду расставлять. Котики. Здесь это базе. И сейчас уже для мальчишек сразу приобрела вот эту зелень. Буду украшать им корзинки. Как в каждом году, конечно же, у них отдельно будут корзинки. Сделаем наполнение. И я не помню, я говорила вам или нет. Но в этом году Пасху целиком и полностью организовываем. Мы даже праздничный завтрак, который раньше был у мамы Томака. Но в этом году так. Ну, открывай. Вау, мне кажется, нам прислали яйца динозавра. Что это такое? Это Look Fantastic прислали мне пасхальную коробочку. Открывайте, малыши. Они такие огромные. Это выглядит просто космически. Спасибо большое. Всегда в коробочках Look Fantastic что-то классное. Мама, это мы прислали. Ну и как? Открывается? Вау. Так, что там? Мальчики помогают бьюти-блогеру маме. Это вообще-то лайфстайл, поэтому мы здесь все вместе собрались. Так, это... Обалденное наполнение. Посмотрите, здесь даже есть вот эта щеточка от Foreo. У меня есть как полноразмерная, так и вот такая дорожная. И она у меня до сих пор еще не разрядилась, а уже прошло больше года. Но, правда, я не каждый день ею пользуюсь. Короче говоря, я очень люблю. Также вот этот бренд Элемис. Обалденный. У меня есть энзимные пилинги, масочки тоже из Look Fantastic. И это их хитовый крем. Он, по-моему, мега дорогой. И вот здесь также увлажняющий праймер от Bare Minerals. Этот бренд сейчас вообще не представлен в Польше, так что здорово, что хоть здесь теперь попадается. Это жидкий хайлайтер, насколько я поняла. Ну, то есть такие сияющие капельки для волос продукция. И вот эта сыворотка под глаза. Тоже очень люксово выглядит. Такая прям упаковка. Ничего себе. И это мыло. У меня что-то было от этого бренда тоже. Look Fantastic присылали, но как-то не запомнилось ничего. Спасибо огромное. Если она все еще есть в наличии, то можно себя побаловать. Немного посвежевшая я. Отрезала 5 сантиметров волос. Такая легкость на голове. И вот так всегда, когда хочешь ходить со своей идеальной короткой длиной, то волосы, как назло, очень быстро растут. И если вы увидели предыдущую часть влога, то, возможно, вам тоже так показалось, что вот та длина не туда и не сюда, а это как раз моя самая идеальная. У меня было помутнение разума, когда мне захотелось обрезать еще короче. И это нет. Ну, раз в жизни, наверное, нужно попробовать, чтобы знать. Кстати, у меня волосы очень сильно потемнели за эти года, потому что я меньше загораю, особенно прячу лицо, голову. И волосы не выгорают. И, кстати, на май я записалась на легкое осветление прядей у лица. Это так молодит, освежает. Короче говоря, я не знаю, соглашусь я или нет. Возможно, еще отменю. Но мне нравится, когда у меня чуточку светлее волосы. И вот когда я снимаю при дневном освещении, то видно, какой у меня цвет волос. А когда при лампах моих сумасшедших, то, короче говоря, я окажусь какой-то такой более серой. В общем, не так, как в реальной жизни. Во всяком случае, мне так кажется. Новый сезон не только у меня, но и у малышей. Я купила достаточно много вещей на теплое время года. В основном для Захарки. И давайте я вам покажу, что. Девочки, жизнь, боль. Ну, вот так бывает, когда ходишь за покупками без ребенка. У него настолько, у Захара, настолько вымахала нога, что маловато. Придется менять. Эти сандалии я купила в H&M. Они такие легенькие. И дети так быстро убивают обувь, что мы несколько раз в сезон покупаем вот такие сандалии на каждый день. У нас размер 32, наверное, уже. И вот эти вот очень классные. В Заре они есть в разных расцветках. Они есть светленькие, замшевые. Но замшевые для ребенка, вы понимаете, это самоубийство. Мягенькие и стильные. Хоть иногда они будут ходить в неспортивных костюмах. Кепки. У нас есть и хлопковые. Но мальчишки очень любят с супергероями. Поэтому я взяла вот эту для Захарчика. Эту для Игната. Ниндзя, люби ниндзя. Да, ниндзя. Но с ниндзей не было размера. Нагребла так нагребла. Но я хочу сосредоточиться на том, что прям очень сильно вам советую. Короче, в мужском отделе всегда были вот такие спортивные костюмы. И Томик их носит из года в год. Как только они, знаете, прям до дыр затираются, он покупает новые. И Михал, дядя наших мальчишек, тоже постоянно покупает именно в таком качестве. И сейчас такие спортивные костюмы появились для деток. Я вот специально остановлюсь здесь, чтобы вы могли сделать скрин или просто записать себе номера. Они очень хорошие и в разных расцветках. Игнашику я взяла серый. Для Захара серого не было. Ну, понятно, почему серый. А Захарке взяла вот такой синий. И я беру Захару на размер больше, потому что он у нас высокий. И часто для его возраста все коротковато или впритык. А Игнашику тоже взяла на 5 лет, потому что, ну, они за лето так вытянутся, что пусть будет слегка великоватым. Я думаю, что не проблема. И по отдельности все это можно купить. Конечно же, базовые футболки – это не самая лучшая инвестиция в Заре. Но девчонки нашла вот такие футболочки. Знаете, когда есть какой-то повод, когда ребенок как бы не то чтобы должен быть нарядным, но у нас будут крестины, у нас всякие такие торжественные мероприятия, свадьба и так далее. И вот когда они устанут от рубашки или вообще не захотят надевать, я переодену их вот такие футболочки. Они тоже из плотного катона и хорошо служат. Записывайте, мамочки. Захару я взяла в двух расцветках – белую и серую, самая базовая. Ну, футболки так, знаете, как в Заре. После нескольких стирок может превратиться в тряпку, поэтому сейчас нахваливать не буду. Вот тоже в Заре нашла. Сейчас в камере кажется, что он весь в какую-то белую точечку, в каких-то нитках, но он лежал с остальными вещами и камера немножко утрирует. Это пиджак, но только из такой ткани, знаете, приятной, видите? Из трикотажа. Вот, и вместо какой-то спортивной кофты все это перейдет по наследству Захару, поэтому, боже, Захару Игнату, поэтому я всегда цену делю на два, и тогда мне как-то легче это все перенести. У нас на 7 лет, как я сказала, вот код. И, девчонки, очень классные базовые шортики в Заре. По цене приблизительно так же, как в H&M. Но в H&M детская одежда тоже замечательного качества. Мы постоянно скупаем все в наших размерах, потому что они прям долго служат. Но Заре вот взяла в их размерах все, потому что, знаете, как то в садик. Причем в садик нужны запасные вещи. Короче говоря, дети, это довольно дорого. Ну, как только я нахожу что-то подешевле, я тоже предпочитаю не особо тратиться. Еще Игнашику взяла обычные спортивные штаны. И в H&M, к сожалению, мне не все понравились, потому что они были или слишком тонкими, то есть выглядели как тряпка реально, или же с такой синтетической подкладкой. Ну, вот эта баечка, она не мягкая, а прям синтетика-синтетика, они же трещат. Вот эти штанишки очень хорошие. И вот еще для Игнашки взяла такие супер-классные с черепами, военные, но серые, не зеленые. И вот эти, они, знаете, из такого приятного материала, классные очень. Вот, девчонки, сейчас вот эти серенькие с надписью и армейские. Тоже взяла на размер больше, потому что Зара очень часто маломерит. Ну и какие-то такие базовые футболки, некоторые вроде как ничего. Будем посмотреть. На этом я буду заканчивать свой влог. Всех целую и обнимаю. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.